Продолжаем проходить Терминатор Резистанс, так сказать, на скорость, или вроде того. По крайней мере, в предыдущую локацию я смог всю пройти за первую серию, это довольно быстро оказалось, со всеми побочными квестами, будем надеяться, что я и дальше смогу так поддерживать темп. Но дальше будет сложнее, естественно. Так, шоу нас имеется, нужно вкачать один навык. Вообще, нужно, по идее, вкачать сборку в первую очередь, потому что мы сможем сейчас собирать гранаты с ней. Это довольно полезно, потому что гранаты это одна из самых нужных вещей на следующей локации. Правда, проблема в том, что у нас нету взрывчатки. Взрывчатку нужно еще искать, она выпадает очень редко. Печально. При этом я уже могу собирать самые простенькие энергетические патроны, хотя энергетическое оружие появится у меня хорошо, если через несколько серий. Короче говоря, далеко не сейчас. Ну что у нас тут? Потрендим, товарищи? Эй, ты снова? Я увидел тебя позже. Я буду оставаться здесь и помогать Аэрону. Но этот персонаж совершенно побочный, и с ней отношения развивать не нужно, просто по тому факту, что мы могли в самом начале игры ее бросить и не спасать. Так же, как и этот чел, который только валяется весь дохлый постоянно. А вот с этой бабулькой придется, придется трындеть, увы. Видимо, уже сам присмотрел ее, да? Понятно, понятно. Как вы думаете, Марк? Как вы думаете? Не хорошо. Мы не имеем никакого медицинга. Но, возможно, Jennifer будет обратно какие-то антибиотики от этого хоспитала. Как вы чувствуете о смерти Коллин? Что вы хотите сказать? Что я чувствую? Что я чувствую? Что я волнуваю? Что я волнуваю? Сейчас я немного больше оборудована с живым, чем с мертвым. Что вы думаете, что вы сможете помочь больше людей, чтобы присоединиться в Резистанции? Дорога, может быть, вы спросите мне эту вопросу, когда вы наконец-то их найдете. Потому что, для сейчас, я не думаю, что они даже существуют. Вы нужны помощь с чем-то? Нет, я все-таки. Я у меня научилась делать все-таки за несколько лет, дорогая. Теперь, скажи мне, что вы действительно хотите спросить мне? Как вы знаете о Аннихиле, Майн? Я слышала революции, как у всех остальных. И потом, как у всех остальных, я решила игнорить их. Я была в состоянии операции, и у меня маленькая девочка. Когда я закончилась, я знала, что мы были окружающими. Машины убили большую часть нас, но они решили оставить меня живым. Так что я закончилась в Кампе. Может, они думали, что это было бы неплохо, чтобы у вас есть в Кампе. Я не знаю. Что случилось в Кампе? Кампе. Люди были портурены, эксперименты на, cut to pieces. Я не могла смотреться в первую очередь. Но я сразу понял, что я могла делать то, что кто-то еще не мог. Я могла принять witness к этому atrocитету. Вы, кстати, были первые люди, которые не боятся спросить. Они все боятся меня, как... как я могу делать какие-то заболевания. Но они все равно приходят мне для медицин. Ироник, не ли? Did Skynet ever notice she was pregnant? Where we covered ourselves with dead bodies. Then we just lay there, waiting for them to throw us out. And they did. They dumped us outside the camp, ready for the grinder. Were you still behind the annihilation line? Yes. We couldn't find anyone for days. We thought we were the last of the human race. Just the two of us and a baby girl. We ran to protect her. But deep down, we were preparing for the worst. Anyway, you're healthy, right? And your bones don't look broken. So stop bothering me. Да, когда у нас старуха и оценила при этом нас. Ну, в общем, что тут нужно сказать. Во-первых, как вы поняли, нужно выстраивать отношения с этими НПС для самой лучшей концовки. Поэтому я буду выслушивать все их реплики, буду всех историй выслушивать. Потому что каждый из них дает нам бонус к отношениям с ними. Не важно, интересно это или нет, все равно это нужно прослушать. Ну и тем более, для меня это хорошая возможность передохнуть, перестать трындить, прокашляться спокойно. И я все равно это вырежу. Поэтому вы будете слушать только этого НПС, который сейчас бобнит. Поэтому я все равно буду снимать с ними разговоры. Если что, проматывать, если вам не интересно, чтобы мы поскорее перешли к экшену. Как мне тоже и хотелось бы. Так, ну-ка, сколько у нас стоит пушечка? О, видите, 200 рублей. А ведь можно было их с собой даже не тащить. Там еще, кстати, дрововики тоже имеются в той локации запасные. Легкое оружие при этом почему-то уже не встречается вообще. Так, что мне нужно? Гранаты и аптечки в первую очередь. Ну и ресурсы, в принципе, покупаем все. Да, да, все покупаем. Вот так вот. Тем более, что я все равно после этой серии буду перепроходить предыдущие локации. И там уже у меня баланс тоже будет другой немножечко. Кстати, патроны дороже всего стоят. Но еще нужно отметить, вот один минус в этой игре, что здесь очень тихие голоса. Я буду их, конечно, подкручивать по громкости, как получится. Но все равно, видите, я поставил голоса на сотку. О, вернее, вот, голоса на сотку. Музыку на 80 и звуки на 60. И все равно голоса очень тихие. Это довольно печально. Но придется смириться. Как я и сказал, у нас теперь вся серия придет в этой локации. Ну-ка. Да, песика доставили. Хотя бы что-то есть пушистое в этом мире. Правда, у него язык сквозь рот проходит. Но такие уж польские разработчики. Вон и лапы там сквозь шерсть проходят. Короче, да, немножечко странный пес со странными коллизиями. Пообщаться с тобой можно, да? Макс Волчок. Макс Волчок, это тоже, кажется, отсылка ко второму терминатору, вроде бы. Разговору. Шварца с Т-1000 по телефону. Как и Макс? Это хороший номер. Я люблю это. Ну, опять же, я не буду каждый раз пытаться узнать все эти отсылки и орать. Ох, отсылочки, это все так здорово. Кстати, кажется, тут применяется какой-то светофильтр. Видите, у меня весь фонарик синий. Все остальное синее. Прямо как вспоминает старый добрый Fallout 3. Где тоже эти вонючие фильтры раздражающие. Я в последнее время прохожу эти игры, Fallout 3 и Fallout New Vegas, только с модами на отключение светофильтров. Вот, пожалуйста. Качнулся, и можно теперь зайти и поискать, что-то у нас имеется. Какой-то чел красиво сгнил. Видимо, он сидел без одежды. Раз он так сгнил, что нету тряпочки на нем не осталось. Ну-ка, еще увидимся. Да, закрой глаза всего на секунду. Жаль, жаль, грустные истории всех этих челов, которые глупо сдохли. Хрен знает зачем, вместо того, чтобы выживать и мочить терминаторов. Да, это же весело, не правда ли? Я вот с этим справляюсь неплохо. Ой, сколько вкусностей, не правда ли? Ну да, деньги здесь это просто всякая жратва и прочая хренотень, которую мы у себя на горбе где-то таскаем. При том, что, как видите, мы ограничены именно количеством клеточек, а не количеством ресурсов самих, поэтому можно таскать себе там 999 патронов и так далее в одной ячейке. Это весьма удобно. Но вообще, раз у нас здесь хаб, который мы посещаем несколько раз за игру, давайте мы его так быстренько осмотрим для галочки. Все-таки это такое уникальное место, а не обычные руины. Просто покажем, так сказать, что тут есть вкусненького и интересненького. Еще всякое бухло, куревое и прочее дерьмище. Еще ящики с лутом. И взрывчатка. Да, взрывчатка это самое ценное, что тут имеется. Самый редкий такой ресурс, который нужнее всего. Так что нужно его тырить повсюду и отовсюду. Вроде бы все получается, да? Ничего интересного не осталось, поэтому поехали. Потрендим еще немножко. Потрендим еще раз. Вместе с кем-то ростом. У нас есть много характера. Вопрос в том, где мы идем? Вы помните, День Рождества? Я так. Да, я так старый. Моя память не так хороша, как оно было. Но есть какие-то фотографии, которые выражаются в моем голове. Мой брат, Тукка, хиттен на этой леди-гард, или люди covered in mud. Но в жизни я не помню его название. У тебя есть брат. Да, я был. Мой брат. Он был леди-станец. Мы не имели tickets к концертам, но он знал, как и шарм леди. Она заставила нас. Ну, он. Я поднялся, как я всегда делал. Да, это было одно из этих фестивалей. Когда мы приехали, мы решили подняться к этой металлии для того, чтобы получить более видос на сцену. Так что, как мы смотрели эта группа играть их сердцем, мы увидели бурст благородный свет. Я был леди-станцем за час. Ты не мог бы взяться? Ну, нет. Я не успешен. Вы благорали облечею, вылечивали все внуки и мороженое, нижнее, нижнее, что только на нюклее не мог сделать. В моих глазах сломал, единственное, что я мог бы видеть, были люди below меня были уничтожены. Тауэль, что мы были приклеиваться, начали шагать. И я наконец-то поднялся после шок-вейса из-за explosion. Я закрыл глаза, и я начали уничтожить люди below. Что я думал? Обратите внимание, при этом что в этих диалогах еще и есть развилки, так сказать. Они особо ни на что не влияют, просто мы спрашиваем либо одно, либо другое, а история при этом так в целом у каждого из них одна общая. Поэтому тут есть даже реиграбельность, понимаете, каждый диалог есть смысл переиграть по два раза. Правда для этого нужно грузить сохранение, но да не важно. Я буду просто выбирать каждый раз самый верхний ответ, потому что все равно это ничего не меняет. Главное просто с ними пообщаться, не важно что мы скажем, главное выслушать их и получить плюс к отношениям, это важно. Но все получается, поехали из этого хаба, начнем следующую локацию. Следующая локация, больничный район. Командир Бейрон приказала атаковать исследовательскую базу Скайнет в старой больнице университета. Если больницу удастся освободить, то возможно ее солдат еще можно спасти, но шансов почти нет. Да, красиво поставил лепку конечно, нужно было ее внизу расположить слева, но тогда я бы хп свое не видел, это по-моему гораздо более важно. Да и субтитры могу задеть своей рожей. Такие дела. Так, следующая локация, и в отличии от предыдущей, она уже в основном линейная, тут уже нет особой открытой местности. Идти некуда, потому что тут сюжетка. Вон она, сюжетка стоит, ждет когда мы придем. Да, можно подумать, что здесь будет игра с напарником, но к сожалению нет, нет. Для этого слишком сложно, короче говоря. В смысле сникап, я тут бежал как бешеный слон. Ужас. Наркоманка. Да ты жучей всего. Да. Серьезно, разработчикам не показалось странным, что она выглядит так, будто чем-то упоролась. У нее глаза в целом те темные, черные, еще она пучит их так страшно. Даже Лаки не так пожирает душу, как эта баба. Ой, кошмар. Но придется строить с ней отношения, сами понимаете, мы же не так на нее смотрим, судя по тому, что сказала нам эта старуха. Придется смотреть и дальше. Серьезно. Серьезно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Необходимо. Трожит. Да-да, что угодно. Только, пожалуйста, свали подальше. Какая ты страшная, просто ужас. Мне жутко от той мысли, что мне нужно строить с собой отношения. Ой, так. Ну что у нас тут? Короче, чувак попытался заиметь, так сказать, половое отношение с терминатором. Вернее, с железкой. И у него это плоховато получилось. Ну, можно, по крайней мере, похвалить его за попытку, да. Определённо, железки здесь симпатичнее, чем люди в этой игре, поэтому я бы, в принципе, тоже не отказался попробовать. Да уж, пока что одни сплошные домёки, но главное, вот интересная фразочка. Сопротивление — настоящий враг. Не знаю, на что это отсылается, потому что в течение игры у нас не будет никаких событий, связанных с тем, что сопротивления плохие. Нет, сопротивления здесь — это типичные обычные сопротивленцы, которые хорошие до мозга костей. Немножко жёсткие, но в целом хорошие и борются за правое дело, поэтому не знаю, к чему эта надпись сейчас была. Подозрительно, подозрительно, да. Кто её тут оставил и зачем — неясно, я так и не выяснил. Если вы играли в эту игру или хорошо знаете франшизу, то подскажите, а то я не понял. В чём прикол-то? Сопротивленцы здесь вполне обычные, хорошие и так далее. Вот, короче, робот, с которым спарился тот мужик неудачно. И этот робот подыхает от одного выстрела из любого оружия, даже из пистолета. Да. Позорище, не правда ли? Как можно было подохнуть при встрече вот с таким маленьким, смешным гумбой, что называется? Даже гумбы из Марио более опасные враги, чем вот эти силверфиши. Они просто выскакивают и начинают вяленько на нас катиться. Можно их выманивать и отсстреливать. И при этом на них зачастую спавнится взрывчатка — самый ценный ресурс как раз-таки, поэтому нужно стараться в первую очередь их выискивать и чпокать. Да. И понасобирать как можно больше гранат, потому что они тоже мне здесь весьма понадобятся. Но это я буду всё делать за кадром, естественно, при перепрохождении. После этой серии я делаю перерыв до завтра, и тогда уже я и смогу набрать всего этого дерьма. Да, взрывчатка, 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 кайф. Так, что от нас требуется? У нас пока что два квеста. Основной квест — найти устройство взлома, дополнительное — найти лекарство для этого человека, который там всё время валяется, 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 подыхающий. Мне на него совершенно наклась, потому что, блин, это не человек, а тупо манекен какой-то лежащий. Так что и наклась бы на него. Но нет, нужно спасать. А то, что все остальные могут подохнуть, я сам могу подохнуть в поисках этих вонючих лекарств для одного человека, это, конечно, фигня. Главное — спасти, 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 не важно, сколько народу при этом подохнет. Так, к чему я это сейчас говорю? Неважно. Ну вот, может, собрать теперь четыре гранаты. Я даже, наверное, сделаю это сразу же, чтобы можно было им спамить потом постоянно. Итак, у нас одиннадцать гранат. Красиво. Ну-ка, устройство взлома. Красивенький ноутбук. Ня. Теперь вы можете взломать терминалы и турели Скайнет. Круто. А как взломать, меня, естественно, учить не будут, потому что наш главный герой, очевидно, всю жизнь проводил за электроникой. И все прекрасно знает и умеет даже без нужных навыков. Сразу же бац и вскроет. Любую. Так. Все что угодно, короче говоря. А он как красиво пострелял по мишеням, не правда ли? Сложно, сложно. Определенно в этом мире так тяжело выживать, просто ужас. Интересно, если играть на хардкоре, то эти враги будут более живучие или нет? Ну, выяснять, конечно, это не буду. Там на фоне постоянно арут какие-то несчастные людишечки. Но нас это не волнует, естественно. Нам главное... Ой. Чтобы меня не чпокнули. Ух ты. Теперь эта машина умеет закрывать свое уязвимое место. Потому что это уже не обычный паук, а бронированный. Настоящая серьезная угроза. Он какой-то живучий оказывается. Ужас просто. Вообще, прикол в том, что нужно к нему подкрадываться сзади. У него сзади есть лампочка уязвимая. Тут стрелять довольно бесполезно. Но патронов у меня много, поэтому можно сколько угодно их всирать теперь. Круто. Тем более, еще и каждый раз с фрага снимаешь столько же патронов, сколько потратил на него. Удобный? Удобный, не правда ли? Всегда бы так в видеоиграх. Мне бы еще, правда, научиться говорить, что запинаюсь на каждом условии. Ой, ой, ой. Силберфиш меня чуть не сожрал, но при этом он самоубился. Потому что эти враги довольно тупые. Они еще тупее, чем я, понимаете? А это уже о многом говорит. Если кто-то тупее, чем я, то очевидно, что они обречены. Не, не, не. Переразряжаемся, кстати, довольно медленно. Необычно для такого-то простого оружия, которое можно было бы, как в сталкере, чпок-чпок, и тут же побежал дальше пулять. Ой, кстати, у меня же еще есть колесо, оказывается. Я на него вообще не обращал внимания. Так, хватит тупить. Нужно постараться за эту серию пройти большую часть локаций, хотя бы по возможности. Ух, вот это уже серьезный враг. Ну-ка, давай-ка проверим, сможет ли или нет. Здрасте, турелечка. Можно вокруг тебя тут побегать? Почпокать тебя, что называется? Турелечка, как видите, совершенно не возражает. Итак, мини-игра. Мини-игра со взломом, как вы можете догадаться с первого же взгляда, это Фроггер. Старая добрая классика, так сказать. Да, интересно, не правда ли? И да, это будет у нас часто происходить в течение игры, нужно будет взломать то двери, то турели, то еще что-нибудь. Вот так вот. Хорошо, что терминаторы встроили в турели еще и зеленую лампочку, не правда ли? Чтобы можно было сразу отличить свое от чужой. Вообще, когда я проходил игру в первый раз, я даже не пытался взломать эти турели, я их все время уничтожал, потому что, во-первых, ты получаешь опыт, во-вторых, ты получаешь ресурсы из турели. А теперь она бессмертная, и ты ее не можешь уже уничтожить. Только если враги ее взорвут, а это редко происходит, увы. Так что ресурсы я уже из нее не получаю. Так что не знаю, не знаю, может быть реально лучше их и дальше уничтожать. Тем более, что их можно спокойно забивать в ближнем бою, таким образом ты даже патроны не тратишь. Так что, так что, возможно, возможно. Ну ладно, пока что я, конечно, не хочу рисковать. Ой. Давайте-ка я лучше... Здрасте, турелечка, а можно вас взломать? Можно. Хорошо, что включается пауза, не правда ли? А то ведь есть игры, в которых во время всех этих взломов игра все еще идет дальше, и тебя могут подстрелить, как в Mass Effect 2, например. А тут вот, пожалуйста, спокойненько взломал, и пускай турелька теперь воюет. Но как кто победит, моя турелька или ихняя турелька? Ах, эпическая борьба турелечек. Ну очевидно, что победит Ваг, скорее всего, потому что он раньше начал стрелять. Ну мне просто интересно это посмотреть. Эпический батл. Нет, моя турель победила раньше, несмотря на то, что в нее начали стрелять раньше. Как это работает, хз. И, видимо, взлом турели прибавляет ей мощности, она становится круче. Причем я получаю опыт за то, что моя турель уничтожает врагов, это довольно выгодно. Поэтому возможно, что взломать их все-таки больше смысла, чем взрывать. Так. Ну посмотрим, посмотрим. Ой-ой-ой, как же здесь все жестко и опасно. Так, сейчас главное что? Еще раз подкрасться и взломать еще одну турелечку. Это, конечно, очень простенькая начало игры. Это все еще идет обучалка, по большому счету. У нас еще попыток на взлом полно. Так что да, халява, халява, халява. Я рад халяве, естественно. Я поиграл сейчас в суперлаки и стрел, потому что это легкая, казуальная, расслабляющая игрулечка. Поэтому, естественно, я никоим образом не против того, чтобы поиграть в еще одну расслабляющую, казуальную игрушечку. Просто теперь она не про милого лисика, а про больших, страшных, опасных машиночек. Да, вон никакие опасные, вон никакие жуткие, вон они меня как это самое, немножечко даже чепокнуть могут. Ой, что-то хп правда совсем мало восстанавливается, я смотрю. Давай, турелька, спасай меня, что я тебя зря взламывал, что ли? Вот, другое дело. Уязвимое место вскрыто. Эта турель что-то реально бессмертная, что ли, ее вообще никто не может победить. Она тупо всех перестреляла без меня. Странно как-то, что-то у сопротивления какие-то безумные технологии, не правда ли? Укрепляют турель так сильно с помощью взлома, что она становится бессмертной. Наверное, и взвод терминаторов сможет перестрелять. Так, давайте это проверим. Че у нас тут? Челики валяются? Ну, как всегда, понарисовали кучу мешочков и сопереживайте им. О нет, бедные люди! Вернее, бедные мешочки. Так, кто-то там на фоне все еще бешено орет каждый раз и будет орать целую вечность, пока мы туда не придем. Поэтому можно помучить человека и просто стоять на месте, дожидаясь, пока он там не наорется. Так, отказать. Так, че я несу? О, записочка. Теперь людей уничтожают, потому что терминаторы нашли то, что искали. Ух, как же это загадочно и интригующее, не правда ли? А что же они искали? Ну, очевидно, что мы уже встретили чувака, который был слишком сильным для обычного человека. Поэтому, как бы и так понятно, без всех этих сюжетных интриг, что называется. Так, двигаемся, короче. Навряд ли я успею эту локацию пройти за одну серию. Прекратите смокинги. Мир, нет, табако, день. Понятно, смокинги... Смокинги это плохо, не буду никогда носить такую одежду. Так и знал, так и знал, заранее догадывался. Возьми этот тест, возьми контроль. О, человечков пораспиливали, чтобы показать все их кусочки. Ужас какой-то. Какие тут странные у вас места, однако. Так, но самое главное, пора встретиться с новым врагом. И вот он. Новый враг. Терминаторы. Суровые и опасные. Настоящие терминаторы, настоящие железки. И против них у нас нет никакого подходящего оружия. Это товарищ Роберт Патрик, очевидно. Типа, отсылка на то, что терминаторы взяли с него внешность для Т-1000. Но сразу же можно проспойлерить, что в этой игре Т-1000 не будет, увы. Всех терминаторов, которых мы встретим, тут можно победить. Так что, увы. Никаких настоящих опасных непобедимых врагов в стиле Alien Isolation, увы. Итак, тут где-то находятся терминаторы, короче говоря. И против них у нас хоть и нет подходящего оружия, но мы еще можем кое-что показать. Так, самое главное сейчас квест выполнить побочную сразу же. Он вроде бы только один. Вот они и лекарства. Ну вот и все. Эрин будет просто счастлива. Почему? Типа, этот маг ей что, как-то особенно важен? Я вроде бы не припомню, чтобы он был ее родственником или типа того. Просто какой-то рандомный челик, которого она оберегает со всех сил, что называется. Так что, в принципе, и накласть. Вот оно. Терминаторы. И против них у нас есть одно оружие только сейчас. Это взрывчатка. Взрывчатка, как видите, их нехило так корежит неплохо. Это пока что наш единственный способ с ними расправляться и получать, ой, и получать звездюль. Держи, чел, еще немножко. Ааа, блин. Я упал и сдох прямо на воздухе. Ну да, да, да. Тут нужно аккуратно. У них уже лазерное мощное оружие. И теперь не такое слабое, как это было раньше. Ага. Ну благо, что меня тут же засеивали вроде бы. А, нет, квест я не выполнил. Приделся его еще раз выполнить. Ладненько. 60% шанс на вскрытие. Зачем? Игра и так достаточно простенькая. И игра имеется ввиду на взлом. Поэтому зачем мне нужно ее еще сильнее упрощать? Так, короче. Там у нас два термика сразу. И они, кстати, умеют еще и потихонечку убегать от взрывчатки вроде бы. Ну правда, это особо не старается. Просто их там двое. Я хочу, чтобы они оба вышли. Вот, вот, вот. Чтобы я мог сразу двух зайцев, что называется, одной гранаточкой снести. Вот так вот. Где второй заяц? А, вот он, второй заяц. Пдыщ. Ну-ка. И получаем всего-то 50 экспы. Довольно слабо, не правда ли? Учитывая какие-то опасные и крутые машины. А экспа никакущая из них. Ну, ресурсы тоже такие себе, в принципе. Блин. Прикол в том, что есть шанс, что они дропнут свою винтовочку. Но, к сожалению, в этот раз вот не повезло. Винтовочка уничтожилась при взрыве. Но иногда бывает так, что винтовочка выживает. Ее можно себе забрать. И если у вас прокачанное оружие, прокачан навык оружия, собственно, от этого самого. Блин. До третьего уровня, то можно будет уже использовать их пушечки. Но, увы, не сейчас, не сейчас. Давайте, наверное, взрывчатку апнем, чтобы можно было быстрее разносить термиков. У меня еще сколько там гранат? Семь штук. Маловато, маловато, конечно. Скорее всего, меня самого сейчас разнесут. У нас также есть еще способ просто мимо них пробегать, если мы сделаем вот так вот. Прыщ. Ой. Вот. От выстрела из дробовика они падают и встанется ненадолго. Собственно, это тоже отсылка на то, как в первом фильме Кайл Рис терминатора опрокинул и выбросил из бара с помощью выстрелов из дробовика. Не убил его, а просто немножечко повыбрасывал. Правда, надо выстрелить точно, прям четко, чтобы вся дробь попала в туловище, иначе будет бестолку. Ну ладно, драться с ними все мы, конечно же, не будем, толку нет никакого от этого. Все, пожалуй, можно валить, в принципе. Но все-таки вот за кадром я хотел бы поуничтожать как можно больше этих железок, потому что, как видите, опыт каждый раз, ресурсики с них снимаются, и в том числе есть шанс снять дорогую пушку. Это один из нас. Павелый Джейкоб Риверс, Пасифика дивизиона. Пасифика? Павелый Джейкоб Риверс, Пасифика дивизиона. Павелый Джейкоб Риверс, Пасифика дивизиона. Не справились, чмошнички. И я тоже такой гений сказал, а просто идите там на юг куда-то и ищите там, идите туда не знаю куда, ищите то не знаю что. Хоть бы назвал место как-нибудь, описал бы его. А то бедные люди будут теперь ползать там искать. Также можно взламывать ящички, и это тоже нужно, потому что в ящиках охотятся энергобайприпасы, которые нам потом ох как понадобятся. Увы, огнестрельное оружие довольно быстро выйдет из моды. И скорее всего через пару серий, наверное, я его уже всё повыбрасываю. Но это будет потом, потом. Пока что, естественно, придётся потаскать весь этот мусор. Блин, жалко, что я в этой серии многовато времени профукал впустую, поэтому я теперь не успею пройти эту локацию до конца. Это было бы просто идеально. Так, ну суть понятна. Ещё один зал с терминаторами, поэтому нужно либо пытаться взрывать их взрывчаточкой, либо идти взломать турелечки. Кстати, да, возможно, что это будет хороший вариант. Ой. Ну хорошо, что турелечка слепая, и всё равно нас в упор не видит. Хм. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, блин, плохая идея была, плохая идея. Плохой день, плохой день, плохой день. Эй, турелька, в смысле? Дай-ка я тебя взломаю, пожалуйста, постой на месте, секундочку. Пускай сейчас она расстреливает термиков. Ну-ка, давайте-ка проверим. Эпический батл. Термик против турелечки. Кто же победит из них? Ну-ка. Термик, давай, иди сюда. Где ты там спрятался? Нихрена, конечно, термик там всосал моментально за пару секунд. Ужас какой-то. Чё это за чмошники такие задриченские? Капец. Ну и лузеры, ну и лузеры. Просто ма, спасибо тебе, турелечка. Такая классная, я бы тебя погладил. И, собственно, вот она их пушка. Если их не взрывать, а уничтожать с помощью турели, то однозначно можно снять их крутую пушечку. Ай, блин, чё за фигня? Эй, дайте мне посмотреть на пушку, чё у меня заглючило-то. Вот, наконец-то. Красивые циферки. Тем более, её ещё перезаряжать не нужно, она просто жрёт патроны из инвентаря сразу же. И можно ещё через пару уровней сразу же апнуться. Вернее, через четыре уровня. Но пока что можно дорого продать эту штуковину. Так что, скорее всего, я это и сделаю. Кстати, я совсем забыл это самое. Надо же пользоваться, блин. Ё-моё. Нашим сканером, что называется. Ой, какие смешные турелечки эти маленькие. Такие мощные, главное, так терминаторов выкашивают, а в меня там еле-еле популивают. Хе, да. Как это странно. Нужно было реально играть на более высокой сложности, чтобы хоть немножко испытать сложность, что называется. А то пока что игра прям надо смешного, лёгкая, не правда ли? Короче, мы, наверное, сейчас ещё пару шагов сделаем и уже остановимся в более таком удобном месте, где я смогу экспериментировать с уничтожением терминаторов. Всё, вырубили. Ой, сейчас будет взрыв. Ну-ка. Да, красивый взрыв. На самом деле, по-моему, взорвать было бы выгоднее, потому что мы бы получили больше опыта и было бы покрасивше. Так, но внезапно приходит куча терминаторов. Давай, турелечка, мочи их, мочи этих сволочей. Птыщ, птыщ, птыщ. Да, нифига, они хрупкие, конечно. Я просто, когда проходил раньше, я не взламывал турели, я их уничтожал всё время. Вот я дурак был, не правда ли? Эти турели просто имбовая штука. Ой. И меня вынесли тут же. Ну, бывает, бывает, что поделать. Надеюсь, меня прямо здесь сохранили, потому что я не обращаю внимания, что-то когда меня там сохраняют. Ну-ка, сейчас проверим. Сохранили меня здесь или нет? Нет, к сожалению, чуть позже сохранили. Ну ладно, это не страшно. Так, ну-ка, ну-ка, теперь посмотрим, выгоднее ли будет взорвать. Плюс 100 экспы получил. 100 экспы, это вроде бы больше, чем в прошлый раз было или нет? Нет, я не посмотрел, сколько экспы получил за взлом, но да ладно. Главное сейчас позволить турелечке спокойно всех выезти за меня. Вон идёт толпа дегродов. Тупые, смешные железки, которые ещё всё время падают, 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 неваляшки какие-то. Вернее, наоборот, неваляшки-то не встают тут же, а эти идиоты встают очень слабенько. Так же, как и ходят слабенько и стреляют слабенько, да. А то, что я сдох, ну это просто так, досадное недоразумение, понимаете? Ну, по крайней мере, тут есть обосну, почему все терминаторы стреляют лично в меня, а не в НПС. Потому что я приоритетная цель, все дела, понимаете? Тут серьёзно, понимаете, да? Всё круто. Так, короче, я просто понимаю, какой я идиот всё-таки. Я зачем-то всех этих терминаторов выносил гранатами. Хотя нужно было просто взламывать турели. Турели прям-таки имбовые. Так, Скайник послал подкрепление. И сейчас будет тоже такое интересненькое место, кстати говоря. Короче, вот здесь спавнится огромная толпа терминаторов. Да, они идут сейчас туда же, куда и я. Вот оно. Целое большое стадо этих идиотов. Прикол в том, что они все сейчас спустятся вот сюда вниз, где находится турелечка. А поскольку их много, и у них много оружия, и припасов, и ресурсов, вон какая толпа идёт. Давайте-ка посмотрим, что из этого выйдет. Ну-ка. Когда я проходил в первый раз, я тут реально заморочился, вкачал себе взрывчатку, и их всех взрывал. Вот они сюда приходят, собираются здесь толпой. И я такой бегаю с гранатами, их бдыщ, 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 бдыщ. И раз с 50-го я их всех выношу до единого, и собираю с них гору пушек. А вот сейчас, если они придут на эту турельку, давайте-ка посмотрим, сможет ли моя турелька их всех вынести. Это будет просто охеренно, если она сможет. Так. Но если нет, то мы всё равно серию здесь заканчиваем, я не буду покидать эту локацию уже. Там будут дальше новые диалоги и так далее. Так, здорово, уроды. Давайте пуляться. Тыщ, бдыщ, бдыщ. Турелька, по идее, бессмертная, но я на всякий случай помогу ей гранатами, а то мало ли. Может быть они начнут ещё сюда ползти вплотную ко мне. Прикрою, так сказать, турельку. Ой. Да блин, чё гранаты так по-дебильному летят? Я не могу даже нормально ими пользоваться. Ну-ка, ну-ка. Нифига, они там летают. Ну правда, я смотрю, я экспу не получаю за них какого-то хрена. А, вот, теперь получаю. Странно. Ой. Всё, меня спалили, мне конец, походу. Да, нужно было всё-таки прикрывать этот терминатор, вот прикрывать свою турельку от терминатора издалека. Но вроде справляется нормально, вполне. Всё. Куча экспы, куча ресурсов, куча плазменных винтовочек. Не правда ли это просто охрененный эксплойт? Не знаю, почему разработчики это не исправили. Эта турель должна была хотя бы сам уничтожиться или ещё что-то. Она просто взяла и вынесла всю эту толпу здоровенную. Теперь можно их всех обобрать. У меня не хватает места, чтобы собрать все эти пушки, понимаете? Столько халявы, столько денег. Как же это классно. Мне нравится эта игра, сейчас просто слюной истеку от этой халявы. Да, понимаете, это вам не Alien Isolation. Где чужой был страшной угрозой, от которой никак не избавиться. Здесь, наоборот, сплошная халявка. Ну, вот этих термиков, конечно, только самому, если выносить. Либо можно... Так, не знаю, что у меня, кстати, имеется. Эм. Надо пойти и там звуковые приманки использовать, всякую прочую хрень. Ну, или можно, не знаю, просто... Опрокинуть его и бежать быстренько. Бежать, бежать, бежать. Ой. Вы меня не видите, вы меня не видите, ребята. Вы меня не видите. Блин, спалили, спалили, к сожалению. Да, не так все просто. Нужно стелсить, я не хочу стелсить. И драться с ними пока что не получится толком-то. Хотя, теоретически их можно заманить на турельку, разве нет? Ну, ладно, в любом случае, давайте я это выясню уже в следующей серии. Эта серия уже подзатянулась малость. Потом будем разбираться, короче говоря. Потом будем собирать эти ресурсики. Начнем серию с конца этой локации. Ну, и там уже видно будет. Хотя, с другой стороны, нужно, по идее, добежать до конца этой локации. Иначе как, блин? Иначе будет это самое. Нелогично останавливаться здесь. Нужно остановиться прямо у выхода. Вот что я думаю. А то ведь мне все равно придется в начале следующей серии тут ползать, что называется. Мне просто нужно это самое. Звуковую приманку активировать. Как там включалось это колесо, я уже забыл. Так. Инвентарь. Вот, наступательный предмет. Включаем звуковую приманку. Я вообще не пользовался всеми этими вещами, кстати говоря. Вот, по идее, стоило бы. Блин. Ползают тут еще всякие гады. Да. Всех их хочется перестрелять, но при этом даже мне нет места, чтобы собирать все ресурсы с них. Все их пушки и прочее. Поэтому не знаю, что я буду делать в итоге. Ой. В смысле? Откуда вы все вылезли? В основном только что не было. Такая толпень еще здоровенная. Ужас, ужас. На. Опротянула этого чела. Опротянуть этого чела. Так как-нибудь и выжим, видимо. Ну-ка. Короче, я хочу сейчас выжить любой ценой. Свалить отсюда, как-нибудь добежать уже до конца локации. У меня даже пол хп не восстанавливается с этой аптечкой, всего-то треть. Ужас какой-то. Из-за этой аптечки старуха со мной там ссорилась и сралась. Вот же сволочь, не правда ли? Ну все, короче, сварил пока что. Теперь буду за кадом как-нибудь выяснять, как всю эту толпу вынести. И собрать с них все нишечки. Ничего, я справлюсь, справлюсь как-нибудь, потому что я это уже делал раньше, когда проходил игру в первый раз. Потому что я жадный. Да. С нами там продолжают общаться по рации. Очень тихо, так что ни хрена не слышно. Но ничего, последствия мы узнаем позже. Пока что давайте остановимся прямо вот здесь. Полюбуемся вот на эти совершенно ненарисованные в паре шагов от нас дома. На плоской картоночке изображающей фон. И скоро продолжим.